добрый день сегодня хочу рассказать о событиях 2014 года когда мне сожгли автомобиль вита буквально за день до этого мы приехали с группой активистов когда мы нашли вырубку незаконную где-то около 80 было и мы зафиксировали с полицией вызвали полицию это все задокументировали и на то время прокуратура заявила которая это все крышевала сбу что надо еще один раз приехать и сделать уже совместно с экологической службой а также представителями прокуратуры когда мы приехали я потом ниже добавлю ссылочку для нас обзывали сепарами и почему приехали сюда валите в окопы защищайте родину нашу им тогда сразу ответил ребята вообще непонятно что за и второе а почему вы не могу вот вы воруете разворуете страну и все это грится пришел проверять не дай бог нашел это все ты сразу сепар что вы понимали даже представители были с экологической службы нас просто туда не допустили потому что если это оформили как положено по закону там бы или сничий которого крышу из двух тысяч шестого года не с 14 а с двух тысяч шестого года про него тоже ссылочку я добавлю есть оперативная полностью отработка из был штампик стоит чтобы не подумали что это я все придумал который в курсе что сколько он леса своровал сколько он занимается контрабандой сигарет потому что это лесничество можно сказать передовое контрабанда просто процветает там каждый лесник это и контрабандист и крышует их вплоть до аж до киева завязано и сбылуют прокуратурой народные депутаты они даже специально для этого много видео есть и специально поставили по три-четыре шлагбаума который ключ имеет только лесники и за то что они регулярно платят никто не требует надать копии пограничникам разведчикам избушникам ну что все в теме и так просто как сколько раз мы приезжали просто идет один ответ о надо запрос черновцов и это вечные шлагбаумы контрабанды или того чтоб там кто-то не воровал просто кроме лесников никто и лес не ворует и посмотрите четко было зафиксировано меня на квартире стояла четыре камеры две из них как раз ракурсом попали на автомобиль четко видно когда поджигают автомобиль сразу же это три часа ночи случилось четко видно двух человек которые убегали но так как я был неправильный активист неправильный сразу же перекрутили и по самовозгорание и по этом сам для пиара поджог свой автомобиль я беру смотрите на камеру четко видно людей тем более пробить если есть желание в полиции они могли бы это сделать но там команда цсб от прокуратуры просто не расследовать я добавлю также копию криминального дела чтобы что они сделали они через полгода пришли экспертизу делать сама поджог или типов поджог также я сразу указал кто может быть причастным но так это да давалось добро с прокуратуры никто не расследовал то бишь получилось так что даже через некоторое время не найдя на меня компромат использовали вот этот сожженный автомобиль на попытку давление на меня то бишь подзвонили ко мне с налоговой полиции и говорят вот вы занимаетесь бизнесом вы продаете автомобили мое удивление было конечно почему я не знаю о таком бизнесе я говорю то напомните мне какой какие автомобили я продаю вот вы продали вид игорь а вы понимаете это что мне машину сожгли я продал то что от него осталось и купил машину дешевле даже если бы я занимался бизнес это получается в минус потом я им так красиво объяснил что если еще один такой звонок будет я приеду к ним и объясню кто где и когда чем занимается чтобы они знали свое место но они на то время я еще не был такой скандальный и просто про меня забыли я думаю если бы это случилось семнадцать восемнадцатом они бы это дело раскрутили еще наверно за неуплату налога у меня привлекли так что посмотрите там с двух ракурсов видео как поджигает на автомобиль криминальное дело и буквально за за день до того что было и даже ссылочку что мы именно нашли там целую статью тогда написали мы воровство леса в верхнем петровецком лесничестве